Ветер, туман Мы одни в этом доме Не бойся стука в окно, это ко мне Это северный ветер, и мы у него в ладонях Но северный ветер, мой друг Он хранит то, что скрыто Он сделает так, что небо будет свободным от туч Там, где взойдет звезда Аделаида Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Константин Барышев, и я рад приветствовать вас на программе «Экспедиция». Не случайно мы начинаем нашу передачу с такой интригующей композиции, Ведь сегодня у нас в гостях человек, побывавший на самом удаленном, На самом холодном и самом труднодоступном континенте нашей планеты В Антарктиде Сегодня у нас в гостях проректор по направлению нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Данис Карлович Нургалиев День добрый! Данис Карлович, в преддверии вступительных экзаменов, в преддверии экзаменов для абитуриентов Поделитесь, пожалуйста, как вы выбрали Институт нефтегазовых технологий для себя? Да, вопрос очень интересный и очень простой, на самом деле, для меня Потому что я родился в деревне, жил в деревне И мне было очень интересно, вот, природа, камни, скажем, какие-то, какие-то большие камни валялись на полях Я их раскалывал, мы с ребятами собирали разные минералы, хотя мы далеко от Урала, от гор И мне все время этот вопрос волновал Но я очень любил математику, когда я приехал в Казань У меня здесь живет тетка, вот, поступать из деревни И, значит, и я хотел поступать на мехмат Ходил вокруг, ходил там какие-то ребята в очках, я даже сейчас какие-то не носил Я увидел такую надпись, геологический факультет и геофизика Я говорю, а что такое геофизика? Они говорят, ну, это, понимаете, это вот физика на свежем воздухе Я говорю, слушай, ребята, это как раз то, что мне нужно Я подал заявление, поступил на геофаг, в общем, и вот уже тут 50 с лишним лет вот на этом факультете вот работаю Вот, и нисколько не жалею Вот такая моя очень короткая, простая история С точки зрения профессии геолога, экспедиция в Антарктиду была ли вашей мечтой? Конечно, на самом деле, конечно, я очень много читал в детстве И когда выпадал снег, огромное количество снега, я ходил по поясу в снегу Я помню, вот, я был маленький мальчик, и мне казалось, что я хожу в Антарктиде Потому что в это время я уже читал книжки Амундсона, Пири, Роберта Скотта Вот эти все книги, они меня очень увлекали И мне, конечно, с детства была такая мечта побывать вот в этих снегах В самом там заснеженном, холодном, диком континенте И когда я был маленький, конечно, это была мечта неизбыточная совершенно Я не верил, что когда-нибудь мне удастся совершить это путешествие Побывать там в других странах где-то Но, к счастью, вот я когда поступил на геофаг, я учился, потом начал работать Потом, значит, уже увидел, что действительно в Антарктиде такой континент, который, в общем, вполне доступен И знаете, что еще повлияло на то, что вот эта история получила продолжение Это желание получило продолжение То, что один из ректоров Казанского университета императорского, Иван Михайлович Симонов Он был первооткрывателем Антарктиды 1820 год, значит, наши два корабля, совершающие кругосветные путешествия Плавают вокруг Антарктиды, вокруг этого непонятного места, где сплошные льды И вдруг они видят горы, и вот январь 1820 года в журнале отмечено, что они увидели континент Что они увидели землю за этими льдами И это дата открытия этого нового континента, понимаете? 19 век, в 19 веке люди открывают новый континент, гигантский континент на Земле Это открытие, конечно, было фантастическим И для меня, в общем, вот я начал думать о том, как это все происходило Как вот эти люди увидели континент, как вот эти, значит, ребята Амунсен там, Скотт путешествовали там И мне было очень интересно понять, а как все это происходило, как они все ощущали, да? И вот это вот желание поехать в Антарктиду, оно мне вспыхнуло с новой силой А потом уже прошло время некоторое, я познакомился с ребятами, которые этим тоже были зажжены, так сказать, да? И мы вместе создали возможность вот этого путешествия Здорово! В дальние экспедиции идут смельчаки Какие задачи вы для себя и для команды «Стайлер» скажите? Знаете, вот, конечно, Антарктида – это не просто туристический поход, да? Можно купить билет, сесть на пароход, скажем, в Аргентине, да? Ушайя, и поплыть на острова и на полуострова, которые примыкают к Антарктиде Не такой дорогой этот билет, но мне-то, конечно, хотелось что-то сделать для науки То есть что-то увидеть новое, что-то вот найти И, конечно, на этом удаленном континенте, на котором, ну, мало кто бывал, на самом деле Конечно, много интересных вещей для науки, да? Любая горная порода, кусок камня, который привезли оттуда – это что-то новое для науки, да? И, конечно, мы поставили перед своей экспедицией несколько задач Во-первых, это поиски метеоритов Дело в том, что Антарктида знаменитая и известна тем, что на ней, вот на этом голубом льду Каждый, практически любой камень, который там лежит – это метеорит Метеорит – это такой камень, который прилетел с неба, который прилетел, значит, с какой-то другой планеты Или это камень, из которого давно была создана Земля, но этот камень остался вне этого создания, так сказать, да? То есть метеорит – это огромное количество информации о том, что мы не можем узнать вообще другим путем Мы не можем пробудить ядро Земли, достать какой-то камень, да? А вот метеорит, нам можно сказать, а из чего состоит ядро Земли? То есть такой вот парадокс научный И, конечно, не только метеориты Любые горные породы, которые мы найдем в Антарктиде, которые мы продатируем Дадут новую информацию о том, какова геология этого континента, какие породы залегают Какова история этого континента в далеком-далеком прошлом И третье направление, то есть вот интересное, чем еще Антарктида интересна – это лед Мощность этого ледяного покрова в Антарктиде достигает нескольких километров, до трех километров Представляете, это вот лед, который отлагался в течение миллионов лет на самом деле И кусок льда, если посмотрите, вот там есть пузырьки маленькие, ну, один такой пример небольшой Пузырьки, которыми есть газ А этот газ – это атмосфера, которая была вот эти вот сотни тысяч, миллион лет тому назад Если мы этот лед привезем или, скажем, растопим ее в бутылочке, выделим из него газ, то мы можем узнать, какой был состав атмосферы Вот сегодня много говорят о том, что у нас много парниковых газов, вот парниковый эффект будет, да? А какой был состав атмосферы, скажем, 250 тысяч лет тому назад? Вот это можно узнать изо льда, изучив лед в Антарктиде Вот это была третья проблема И четвертая проблема была, в Антарктиде есть озера Есть озера, которые залегают подо льдом глубоко, которые не соприкасались с нашей биосферой несколько сотен тысяч лет И там жизнь инопланетная на самом деле То есть это жизнь, которая развивалась сама по себе, отдельно от жизни на Земле, несколько сотен тысяч лет Но эти озера находятся глубоко, значит, их надо бурить Но в Антарктиде есть такие оазисы, такие горы, которые выходят наружу, и там нет льда, на которой достаточно тепло, и там есть озера Там еще идет высоконакопление, там даже бывают какие-то, я не знаю, бактерии какие-то летают, потому что патисы прилетают, что-то заставляют Вот эти озера тоже были для меня интересны То есть очень много проблем, которые можно просто решить, побывав в Антарктиде, привезя какие-то образцы, куски льда, воды, какие-то осадки Вот эти все проблемы, они мне близки, действительно, по сфере моей деятельности научной И все это было задачами нашей экспедиции Космонавтов готовят к полетам в космос Какая подготовка должна быть у экспедиторов в Антарктиду? Вы знаете, когда вы сказали космонавтов, я немножко скажу про нашу команду Наша команда, это, значит, шесть человек, это я Я, кстати, самый там необычный был, профессор, который не альпинист Плюс три снежных барса Один фрирайдер, один космонавт Реальный космонавт, да? Вот такая команда у меня была И в этой команде я был единственный, кто не обладал какими-то спортивными там способностями Какими-то, значит, поднятием на какие-то восьмитысячники А все эти ребята, они были прожженные альпинисты И даже один фрирайдер, который катается с гор, за восемь тысяч поднимается И там скатывается с гор, еще снимает при этом фильм какой-то, да? И был один космонавт Вот в этой команде я и поехал А, конечно, в Антарктиде вас поджидает много неожиданностей И много сложностей и опасностей даже, да? Одна из опасностей — это трещины Представляете, это несколько, значит, сотни метров или километров льда И в этом льде есть трещины И эти трещины обычно перепорошены снегом И вот вы, если идете, и вдруг вы провалились трещины, то там очень холодно И в течение, там, сорока минут одного часа вас должны вытащить Если вас не вытащат, вы, значит, все там, там останетесь, замерзнете, да? И поэтому перед тем, как поехать в Антарктиду В конце сентября мы с моими товарищами поехали, значит, на Эльбрус Значит, поднялись там до ледников И там на ледниках, значит, вот меня учили, как нужно, значит, этого человека, который упал в трещину Если я упал, они меня вытащат, да? Вот если я, скажем, с кем-то шел, значит, в связке в одной И он вдруг упал, я тоже должен его вытащить, правильно? Мне научили, как делать эти полиспасты, пятисемикратные полиспасты То есть человека, который весит 80 килограмм, вы не вытащите сами Вот 20 килограмм вы еще можете вытащить То есть надо четырех-пятикратный полиспаст вам сделать такой, значит, забить надо И когда человек сорвался, и вдруг он полетел в эту трещину Он же вас тоже тащит, да? Вы в это время должны зацепиться, вот, значит, какими-то устройствами, там, да? Значит, каким-то ледорубом, значит, еще до вас еще на ногах, там, эти кошки такие специальные Вот после этого вы должны завинтить вот эти вот упоры, значит, эти маленькие скважины сделать Загнать туда вот эти вот металлические, значит, штыри, потом соеднить эти вот все блоки, создать вот этот Пятикратный полиспаст и вытащить этого человека, он на это дается, ну, полчаса, сорок минут дается, да? Вот это мы вас должны научить Ну, они меня очень подробно этому учили, и мы там занимались этим делом, конечно Вторая опасность, которая, значит, есть в интерфейсе, это холод Это абсолютный холод Вы все время находитесь в холоде, у вас нет места, куда вы должны зайти и погреться Вот вы пробежали там по холодному городу, зашли в магазин, там, погрелись, вышли и побежали В другой магазин зашли, да? Или домой прибежали, погрелись, а там нет этого Там у вас палатка стоит, в которой нет никакого обогревателя Единственное, есть спальник там ваш, вот, и ваш комбинезон Ну, и там, я не знаю, там сало, которое можно съесть, но через полчаса там будет тепло, да? Вот, ну, все время холодно Ночью, когда у вас, ну, солнце немножко уходит, это был полярный день Очень холодно, там минус 35 где-то, ну, это, для Антарктиды это тепло, это лето в Антарктиде А днем достаточно тепло, там до минус 15, может быть, так сказать, вы, тем более, выходите, вы, конечно, не мерзнете Но все время этот холод, постоянный холод, постоянный холод Это, при том, что еще и это высоко, это две тысячи, две с лишним тысячи метров мы попали вот на место, да? Потому что лед там, значит, и вот мы там в этом месте жили Вот это все, конечно, к этому всему надо готовиться Больше, наверное, подготовка вот альпинистская подготовка нужна тут И нужна подготовка чисто психологическая, чтобы вы поняли, что если вы начинаете мерзнуть То это может даже как-то, я не знаю, там, ну, вы не можете выйти из этого состояния, там, скажем, просто так Это нужно подготовиться к этому делу А какая глубина вот трещин, про которые вы рассказывали? Ну, трещины, они могут быть очень глубокие, там, несколько сотен метров могут быть, да, несколько десятков метров Достаточно 20-30 метров, так сказать, упасть, чтобы вам стало холодно и замерзнуть То есть там температура атмосферной отличается? Ну, нет, у вас, как только вы зашли в тень, температура сразу падает Вот одно дело, у вас, наверное, солнце, скажем, падает, да, вам минус 15, это тепло Да, причем солнце там, оно обжигающее Если вы не намазались кремом, да, то вы тут же, в течение 15 минут, вы обгораете настолько, что у вас, значит, у вас начинает съезжать кожа То есть там нет озоновой, озон, это озоновая дыра, вот, и солнце такое обжигающее Но в то же время, если попали в тень, сразу же температура становится, вот, в трещине, там, минус 35, да, грубо говоря Воздух разреженный, кислорода мало, и все это вместе, горная болезнь, холод, в общем, все это не совсем весело Была ли у вас с собой гитара в таких суровых климатических? Ну, к сожалению, гитары не было, да, но бывало, что песни пели Я вот шел один и пел какую-нибудь песню, потому что настроение было замечательное Погода там прекрасная, солнце такое, знаете, вот, блестит лед Вот у меня такая фотография есть, и люди спрашивают, а что у тебя за собой за спиной океан, что ли? Я говорю, да нет, это лед такой, лед, как океан выглядит, да, потому что это лед, на сотни километров лед Солнце и сверкает все, понимаете, это фантазия В этой ситуации, конечно, можно петь, идти и петь Вот я шел маршрут, искал какие-то метеориты, камни искал, да, шел по этому леднику и просто напевал песни какие-то Хорошая песня, помогает согреться в трудных климатических условиях Точно Споем композицию Шевчука «Метель» Шевчука «Метель» Как надежда не со мной Как победа нелегка За окном стеной метель Жизнь по горло занесло Сорвало финал с петель Да поело все тепло Сыграй, как сможешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай Да колье поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Не даже вино созрей Ты будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной Ты будешь вечно со мной На вашем пути возникали ли какие-то трудности и неожиданности? Что помогало вам с ними справляться? Трудности всяких мелких Я уже говорил про холод Они были, конечно, знаете, больше всего, что мне помогало Пережить все это дело У меня была такая мощная команда, представляете Такие ребята мощные Пять человек Ну просто фантастика Меня ничего не пугало, честно говоря Была даже такая ситуация, когда у нас палатку разнесло ветром Была такая мощная, хорошая палатка Была шторм Палатку разнесло в дребезге Мы ее собрали Обложили камнями там, санями В общем, защитили, повернули, поставили Собрали снова, начали работать И опять ураган такой, значит, опять разнесло Ребята начали говорить Ну как, вот в этой палатке жить невозможно Ну мы залезали в эту палатку вниз Она все время хлопает, шумит там Ну спать вообще невозможно И говорят, ребята, ну что, если такая будет ситуация Наверное, придется пойти пешком У нас был один снегоход Ну там топливо было, все Ну и кому-то надо было идти пешком Не все могли так уместиться Ребята говорили, ну в течение там двух-трех дней Мы-четырех дней там, мы дойдем до аэропорта Значит, до станции Новолазеровская, в принципе Да, вот можно, ну понятно, куда идти Вот, и я как-то спокойно к этому относился Если что-то случится, но ребята соберут там все это И повезут меня и понесут все вот И все, мы, так сказать, спокойно дойдем Потому что была уникальная совершенно команда И меня, честно говоря, ничто не пугало с этими ребятами Можно было пойти куда угодно там, не знаю Могли потихонечку и к Южному полюсу подвигаться, так сказать, пешочком, да Вот Удалось ли добраться до полюса? Нет, до полюса нет, конечно, полюса это очень далеко Вы знаете, вот ощущения, которые у меня были Вот когда мы летели, мы летели из Кейптауна На самолете, значит, через океан Летели на станцию Новолазеровская, это аэропорт Ново Вот, и я по дороге видел все эти вот айсберги там Маленькие льды, потом айсберги Потом это вот континентальный шельфовый лед такой Сплошной лед Вот как такая сначала стена такая белая И дальше идет сплошной лед Вот корабли вряд ли могли доплыть до этой стены даже Потому что нужно было выбрать такое теплое время года И нужно было, чтобы это был такой год совершенно уникальный, теплый Несколько лет предшествовали Вот, чтобы вот можно было доплыть до этой стены И уже за этой стеной увидеть, скажем, этот континент Вот, на самом деле, нашим русским путешественникам повезло просто Действительно, это было несколько лет теплых И они смогли непосредственно подплыть к этой стене ледяной И увидеть вот эту вот Антарктиду Вот это было здорово А я это видел все с воздуха Я видел, как, значит, вот эти плавающие льды Через какие они пробирались Потом вот этот лед И потом, когда уже мы летели в Антарктиде Когда нас из лагеря Нового, из аэропорта Нового Выбрасывали вот на нашу точку На горы Михеева Я смотрел и думал о том Эти вот люди, там Роберт Скотт Амундсен, Руал, да Как они, значит, тысячи миль эти Шли пешком вот через эту ледяную пустыню Причем мне эта одежда была супер космическая А в чем они были, да На собаках там, я не знаю Там каких-то валенках Таких допотопных, в принципе И каких-то куртках меховых, да А у меня был комбинезон супер космический Как они все это прошли ночью В холод вот этот Когда температура может там за 8, за минус 80 там быть, да Это фантастика просто Вот это вот ощущение Я когда читал эти книги в детстве Я тоже понимал, что это герои, это люди А вот когда я это увидел, да Я понял, что это невозможно Я вряд ли смог бы это сделать Вот честно признаюсь Это люди просто, ну это не люди Это какие-то, знаете, вот железные такие вот роботы Которые вот все это прошли Это фантастика А про то, что вы говорите Боялся или нет Нисколько Потому что меня вот эта команда Просто была совершенно супер железная команда Данис Карлович, давайте дадим нашим зрителям пожелания и напутствие Тем, кто занимается наукой сегодня Я желаю молодым ученым Не прекращать восхищаться Удивляться этим миром И продолжать это замечательное, интересное путешествие Жизнь Успехов вам, ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому